Он себя плохо чувствует, а на руках молчит. Я ему сейчас дала энтеросгель, вот он прижался, как дитя у него лежит. Я не могу его с ручки отпустить, и рука болит, и два, короче, два инвалида. Малыш маленький, тунгузик. Да, ребята, он очень тяжелый, и он уже шестой день у нас лежит на капельницах. Мы вылечили его от энтерита, от коронавируса, но у ребенка сейчас откуда-то вылез кашель. Причем врачи сами в недоумении, потому что ребенок целыми днями находится в стационаре, и за ним особенный хороший уход. Еще шарпеечка наша, хорошее дитя такое, но у нее кашель непонятный, астарта. Кашель тяжелый, мы ее лечим уже две недели. Сейчас сменили антибиотик, сейчас прописали другие сиропы. Уже дважды возили на снимке, ничего определенного определить не можем. Сейчас сдали анализы на дирофилириоз еще дополнительный, повторный, потому что врач не может понять, почему ребенок так кашляет. Даран, это наш крупный лохматый мальчик. Он ввязался в драку. В вольере при перевозке случайно посадили, перепутали. Трех кобелей сразу. Он оказался самым слабым, и ему досталось. Слава богу, успели вытащить и спасти. Я приношу огромные извинения, за которые пёс чуть не заплатил жизнью. Это моя, конечно, ошибка. Я не досмотрела, и мальчишку сунули в один вольер с другими. Но при переезде, ребята, такое иногда случается. К тому же машины приходят ночью. Слава богу, дитё вытащили, и он выздоравливает. Но камень на душе огромный. Это боль наша, ребята. Боль из-за того, что не хватает времени. Всё приходится делать под высоким напряжением, и иногда с головой раскалывающейся от боли. Это наши проблемы, наша жизнь. Второй малыш. Тоже его травмировали во время переезда. Рабочие уронили ему на лапку крышку от будки и сломали пальчики. Ну, покричал, а что делать, ребята? Здесь уже не изменить. Врач посмотрел, сказал, что мозг срастётся. Но у малыша не срастается, и он хромает. Поэтому у малыша необходимо срочно оперировать. То есть две недели посмотрели, не срастается. К тому же он любознательный и любопытный. Девочка начала течковать, и он полез. Кобель более взрослый, более просто здоровый, такой же возраста, как он, но просто более мощный. Покусал его за спину. То есть мальчишке досталось по полной. Сначала лапка, потом ещё и покусали спинку. Мальчишка у нас лечится. Это Бонник. Я уже не знаю, может, не стоило его этим Бонником называть. Как назвала Бонником, так на него все шишки сыпятся. А ребёнок у нас замечательный, очень красивый. Я вылечу его скоро. Но я чувствую свою вину от того, что из-за меня, из-за моего недосмотра ребёнку причинили боль. Я не оправдываюсь, ребята. Я говорю, как есть. В нашей жизни бывает не только радость, бывает и боль. Всё. Рану обрезала, прочистила. Так, теперь будет легче. Теперь будет намного легче. Ну, всё будет хорошо. Ребята, условия не совсем крафонтабельные. Но у нас сгорели все медикаменты, пелёнки и всё остальное. Нам по-настоящему нечего даже подстелить, чтобы обработать животное. Нечего, ребята. Мы полотенчик подстелила, остальное просто хлоркой помою. Я прошу прощения, ребята, но это единственный выход, как можно помочь зверю. Как видите, раны очищаются, и всё хорошо. А то, что немножко неэстетично, я прошу прощения за это. Пожалуйста, простите. И по возможности, ребята, помогите, пожалуйста. Нам очень нужны пелёнки и медикаменты. Особенно сейчас нужна левомиколь. АСД. Вторая и третья фракция. Бинты, салфетки, шприцы. Это, ребята, очень сейчас надо. Будьте добры. Если можете, помогите, пожалуйста. Вот такие у нас дела, ребята. Это по больным. И в таком напряжении мы живём каждый день. Если можно, друзья, помогите нам, пожалуйста. Помогите нам поднять этих детей. Прошу вас. 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 Субтитры подогнал «Симон»